Право на защиту Первый наш кейс, кейс Сергея Чурина. Сергей, председатель Думы Фоленского муниципального округа. В недавнем прошлом, с ноября 16 по март 2018 года, занимал должность главы Фоленского района. И до этого должность главы Фоленского городского поселения. Сергей, добрый день. Добрый день. И Владимир Костин в нашей студии, исполняющий обязанности спикера Законодательного собрания Кировской области. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Итак, в нашей студии сегодня гость Сергей Чурин. Это человек, который пошел на работу в органы власти, как мне кажется, желанием что-то изменить к лучшему. В ходе своей работы он столкнулся с законом. Сегодня у нас такая будет тема, скажем, в самом худшем его проявлении, под которым мы понимаем уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс. И, по сути, он из этой ситуации вышел победителем. Разумеется, не без участия адвокатов, яковлев и партнеры. И, Сергей, у нас первый вопрос. Чего вы хотели добиться, когда в 2011 году пошли на муниципальную службу? И какова была ваша цель руководства Фоленским поселением, а впоследствии Фоленским районом? Ну, прежде всего я отталкивался от того, что я был жителем поселка Фоленки, там родился, жил, ну и сейчас живу. То есть я видел то, чего не хватало в поселке, примерял автологии на примерах других населенных пунктов, которые я посещал в результате каких-то поездок. И пытался сделать те вещи, которых не хватало в поселке. Ну, в то время это были тротуары, это были дороги, это были какие-то благоустроенные зоны. Все то же самое футбольное поле искусственно. Помогал хоккейная коробка. То есть те вещи, которые позволяют более комфортно жить. Ну, это знакомые, наверное, всем проблемы. Начиная от Фоленок, заканчивая Кировым. У меня есть очень такая показательная история. История знакомства моего с Сергеем Сергеевичем, которая, как ни странно, ответит на вопрос Натальи. Мы с Сергеем Сергеевичем познакомились, наверное, году в 2013, может быть, поправляю, если я ошибаюсь. Плюс-минус, да. Плюс-минус, да. Сергей пришел, он стучался тогда во все двери вот с таким интересным вопросом. Он услышал, и он так и приходит, говорит, я услышал, что FIFA, это Всемирная футбольная ассоциация, реализует проект «Футбольные поля малым населенным пунктом». Для этого нужно подготовить площадку футбольную, то есть подготовить основание. И тогда они предоставляют дорогое, качественное, искусственное покрытие. Газон, то есть, да? Да, и ко мне приходит на минутку тогда глава, опять же, фаленского городского поселения. Я думаю, где фаленки и где FIFA? То есть, вот, ну, как туда пробиться, просто нереально. Не представляю. Ну, какой-то там кривой контакт пытались найти хотя бы в Российский футбольный союз. Да, нашли настолько кривой, что я думаю, что он так и не помог Сергею для того, чтобы туда пробиться. Но спустя, там, может, полгода мы встречаемся случайно, и Сергей говорит, ну, там, за рядовым как дела, там, он говорит, да, спасибо, помогли, все получилось. Хотя я понимаю, что, на самом деле, вот это только его пробивные способности обеспечили, что в фаленках до сих пор есть вот это поле. То есть, конкретный человек может что-то изменить. Зачем человек шел быть главой? Для того, чтобы реально не отталкиваться от того, что вот есть отписки, денег нет, не можем вам помочь и так далее. Просто взять и добиться того, что он считает необходимым для развития места, где он живет. Да, ну и в итоге столкнулись-то совсем, ну, скажем так, с неожиданным результатом. Да, расскажите, с какими проблемами вы сталкивались в период работы? Мы имеем в виду именно вот этот ракурс взаимодействия с правоохранительными органами, с пробелами в юридических знаниях. Вот расскажите, какие у вас были проблемы? Ну, я думаю, что, безусловно, мало кто из глав, которые шли и сейчас идут и будут выдвигаться, даже, наверное, сейчас понимают, что надо знать, надо быть юристом в определенном смысле профессию получить, а законы надо знать. Конечно же, когда идут, особенно первый раз, как я, то есть об этом ты не думаешь, ты же идешь что-то делать, а не нарушать законы. Но практика показывает, что в рамках этой деятельности иногда ты их нарушаешь неосознанно. Но с 2011 года мое личное мнение, что, конечно же, отношение правоохранительных органов, силовых органов, оно главом поменялось к деятельности местного самоуправления. В какую сторону? Ну, прямо скажу, в плохую сторону. У вас в валенках или везде? Ну, мне кажется, мы же общаемся с, и я до сих пор общаюсь с бывшими коллегами, я думаю, что это даже общероссийская тенденция. Хотя говорят, что в регионах, республиках там такого нет, и там они помогают друг другу в реализации проектов. Не знаю, то есть это разговоры. А практика показывает, что в Кировской области стало все жестче, и уже главы не ждут помощи, даже совета от полиции, от прокуратуры. Может быть, где-то и помогают. Я не спорю, наверное, не буду с этим спорить, возможно, это есть. Но этого 100% стало меньше. Из-за этого работа тяжелее. Ну, вот что жестче-то стало? То есть проверок стало больше со стороны правоохранителей? Или как бы поводов для возбуждения уголовных дел? Вот что жестче-то? Ну, последняя новость, которую я слышал про главу, экс-главу поселения в немском районе. То есть дела пятилетней давности. У ряда своих коллег я также слышал, что дела пятилетней давности. То есть сотрудники, наверное, знали об этом пять лет назад. То есть тогда не предпринимали меры, а сейчас почему-то предпринимают этих мер. Почему так связано? Я не знаю. То есть стало жестче в том смысле, что уже берясь за что-то, вот это же футбольное поле, там были ряд моментов, когда мы, ну, людей просили помочь сделать бесплатно, ну, бесплатно, потому что у нас не было средств. Очень много же помогало спонсоров, и просто часто, ну, люди часто приходили, помогали. А, наверное, это тоже неправильно с точки зрения закона. То есть тут, и вот сейчас бы я уже начал задумываться, правильно ли так мы делаем, а правильно ли вот это делать. Проект поддержки местных инициатив, за который я руками и ногами за народный бюджет, он клевый, он показал свою пользу, и он нравится населению, и, ну, я не вижу минусов, но, блин, при должном желании и настрое там тоже можно найти нарушение законов, в том числе и уголовного. То есть есть за что зацепиться, а вот эта история с повышенным вниманием, скажем так, правоохранителей, это тоже, мне кажется, может быть, федеральная какая-то, не знаю, инициатива, вряд ли на местном уровне это происходит. Может, Владимир Костин меня поправит? Нет, не поправлю. Эта история действительно актуальна не только для Кировской области, эта история актуальна в целом для страны. И вот что обеспечивает тогда такие проблемы? Ну, во-первых, есть у нас 131-й федеральный закон о местном самоуправлении, который четко предписывает полномочия муниципалитетов, при этом не подкрепляя их финансированием. И вот эти вот истории о том, что привлекаем деньги, просим деньги, главы муниципалитетов вынуждены всегда ходить с протянутой рукой для того, чтобы выполнить элементарно свои полномочия, прописанные законом. Но тут тоже показательная одна история, это без фамилий. А в свое время, давным-давно, еще при прошлом губернаторе, возникла необходимость опять-таки реализовывать полномочия в части, например, отлова бездомных собак. И возник спор между муниципалитетами и областью в части того, что муниципалитеты говорят, вроде бы, извините, полномочия не наши, хотя их заставляли изыскивать средства и обеспечивать полномочию. Может, там прокуратура, наверное, какие-нибудь представления, предписания, там не прокуратура, местные жители, естественно, требовали как раз исполнять полномочия, был спор, а кто их должен исполнять. И вот когда это было полномочия муниципалитетов, муниципалитеты должны эти деньги находить. Очевидно, что у них их нет, и они рассчитывали уж, если на то пошло, дайте нам какую-то субсидию или в данном случае, если все-таки подмена полномочий, то субвенцию, мы эти полномочии исполним. Но когда удалось доказать, что это полномочия не муниципальная, в бюджете области сразу нашлись на это деньги. То есть вот так работают муниципалитеты. 14 миллионов рублей, раз, и вот. А область так не работает? Вот так раз. Изначально снимая с себя ответственность с пониманием. Область датирует муниципалитеты. Но опять же по принципу хотим дадим, хотим не дадим. Есть показатели эффективности глав. Мы тоже постоянно бьемся за то, что не может зависеть муниципалитет от эффективной работы главы. Тем более жители его не избирают в большинстве своем. Получается, что ведоватые страдают жители. Жители, да. Но вот здесь как раз проблема в том, что если человек приходит работать главой и хочет работать эффективно, он связан по рукам нога. Опять же, пример Сергея Чурина. Он ярко это все нам описал, да. И мы опять же четко понимаем, что инициатива сейчас наказуема. Причем серьезная и значительная. Да, можно два года помучиться, доказывая, что ты не верблюд. И дай бог, если получилось. Потому что уголовные дела есть по другим муниципалитетам. В качестве примера двух глав Налинского района можно привести. Когда вину не удалось им доказать, что они не виновны. И получили они оба реальные сроки. Опять же, я не возьмусь судить. Справедливость судебного решения. Но претензии к одному были в размере 10 тысяч рублей. Ко второму ноутбук. И тоже какая-то небольшая сумма, которую ноутбук он принес в администрацию. И стал на нем работать. У него просто специалист без компьютера был. Ну, по-моему, эту историю даже брали, да, в качестве примера. И ведь это, опять же, сигнальчик. То есть реализовывали проекты местных инициатив, проекты поддержки местных инициатив. Подвел подрядчик, и потом подрядчик пришел, чтобы вот как-то вот доделать. Человек первый вообще деньги брал на то, чтобы там где-то что-то подкрасить краску купил. И главы-то характеризовались, самое вот ключевое в этой истории, характеризовались положительно. Жители говорили, куда, у нас там свет отключили. Он сам кошки надел на стол, полез, то есть он снега навалил, свой трактор завел, прочистил. То есть это вот главы были, которые хозяйственники. Но как раз... Ну вот в процессе у Сергея вот характеристики там представляли, свидетели у нас определенные показания давали, тоже Сергея характеризовали положительно. Как человек, который непосредственно может и лопату в руки взять, и решить проблему, не ждать пока там... Это когда он был главой района. Не ждать пока глава поселения там это через два месяца будет решать, когда лужа уже высохнет. Так вот как раз по Сергею-то там один из эпизодов, эта история про то, что нужно было решать вопрос здесь и сейчас, невзирая на все бюрократические ограничения, но сделав вот так, решив проблему, может у правоохранительных органов, сложится мнение, что ты что-то нарушил. Конечно, нужно бороться с коррупцией, но коррупция это не в муниципалитетах. Давайте уж там не будем греха третий. Вот, Владимир, я хочу, как сказать, уловила вашу мысль. Правильно ли я понимаю, что когда я иду в муниципальное образование, там, не знаю, главой района, главой поселения, у меня изначально дефицитный бюджет. И все эти задачи, которые я должна решить по закону, я решить все равно не смогу. Я не знаю ни одного муниципалитета профицит. Если я что-то не решу, а это обязательно будет так, то наступят какие-то определенные последствия для общества, для людей, это вот все те составы у нас должностные, они влекут, они должны влечь за собой какие-то определенные последствия в виде нарушения, ограничения прав, не знаю, чего-то там определенного, неопределенного круга лиц. И вот эти последствия наступят. То есть получается, идя на муниципальную должность, надо понимать, что рано или поздно на тебя возбудят уголовное дело. И хорошо, если тебе повезет, если сроки давности привлечения к ответственности истекут к тому моменту, пока правоохранители узнают. Ну вот так категорично, честно, я бы не заявлял, что гарантированно будет уголовное преследование. Ну скажите, могут... Это вполне возможно. Ну хорошо, пусть не будет уголовного дела. Административный штраф? Административный штраф всегда. Получается, и сделаешь... А у меня хватит зарплаты потом, чтобы семью накормить и штрафы все заплатить. Вот вы знаете как раз историю о том, что хватит ли у главы муниципалитета зарплаты, очень актуально, потому что были случаи, когда, получив штраф за неисполнение полномочий ввиду отсутствия в бюджете денежных средств, глава... Вкладывал свои. Это глупость, конечно, нет. Заплатил как раз не своими, а бюджетными. Естественно, тут же получил по полной программе преследование. То есть, да, безусловно, главы еще и штрафы платят из своих зарплат. Они, наверное, выше, чем средняя по региону, да? Но это не космические деньги точно. Зарплата, например, главы малого сельского поселения в Котельническом районе, это порядка 24 тысяч рублей, но 24-27. Прокуратура запросто может выписать штраф в 25. Вот у меня сейчас есть конкретное обращение главы одного из поселений как раз в Котельническом районе. У него есть проблема с тем, что на территории поселения есть пруд. Пруд бесхозный, документов на него нет. То есть, пришел работать глава, документов в поселении нет. Сгорели, не предоставили, он не знает. То есть, ну, нет. Как глава он обязан выяснить, чей пруд, если не чей, то поставить его на кадастровый учет. Ну, в общем, со всеми вытекающими в поселении, опять же, денег нет даже на то, чтобы поставить на кадастровый учет. Если вдруг они в собственности это все примут, там есть еще гидротехническое сооружение, которое нужно в надлежащем состоянии держать. Это, я думаю, добрых пар миллионов рублей. Это больше, чем весь бюджет поселения в год. Как глава обеспечит выполнение вот этих вот всех обязанных процедур, которые ему законом предписаны? Никак. Соответственно, уже надо готовиться к штрафу. Здравствуй, штраф. То есть, если не обеспечит здравствуй, здравствуй, штраф. И если обеспечит, используя какие-то ресурсы привлеченные, тоже здравствуй, штраф или уголовные преследования. Ну, потому что будет нецелевое расходование в бюджетном. Нет, я так понимаю, Анна спросила, если он найдет какого-то помощника, который поможет, а на основании чего он полез туда помогать и начнут вот это. Начнут опять копать. Хорошую искать. И там и там претензии. То есть, получается, деваться-то не будет. Я вообще тогда смысла не вижу. И руководить, и быть муниципальным службом вообще не вижу никакого смысла. Не, ну, есть, наверное, и смысл. Вот хочется что-то сделать хорошее, да, как было в случае Сергея. И это благое, опять же, желание, его только надо поощрять. Опять же, еще раз, я уверен, что в муниципалитетах нет тех денег, ради которых люди пошли бы туда прям, знаете, вот целенаправленно воровать. Да, есть какие-то полномочия. Вот раньше, допустим, главы районов распределяли лес. И вот как раз коррумпированность глав была в части леса. Да, давно сейчас этого нет уже. То есть, лес главы не распределяют. Опять же, глава, ну, безусловно, это некий статус. Кто-то идет для того, чтобы получить кусочек власти, например. Но большинство из тех глав муниципалитетов, которые работают сейчас, они пошли, потому что хотят вокруг себя изменить жизнь. Я был на собрании, опять же, там, ну, это можно назвать сходом в одном из поселений, где люди просто определяли, кого направить на выборы главы. И вот вроде бы все активные, вроде бы все друг друга знают, все понимают, что... Лес рук, обычно говорится в этой ситуации. Это никто там не может, потому что нечего, да, как минимум, максимум, никто и не планировал. Так вот, давай ты пойдешь, Иван Иванович. И Иванович говорит, нет, я уже старенький, мне это не надо. Ты, Марья Петровна, поедите. И вот у нас самая активистка говорит, нет, я уже, извините, ходила, меня прокуратура помучила, я не пойду. Не могут выбрать кандидата тоже в главы. То есть конкурс на место 0,5. Вы правы, к сожалению, Наталья. В таком случае вопрос у меня, мы задавали его уже однажды, да, в этой студии, а потом второй раз задавали и спрашивали экспертов. Все-таки, если, например, случается ситуация, подобная ситуация с Сергеем, или с любым другим там, да, служащим, о которых мы сегодня говорили, кто-то в правительстве области несет за это ответственность? Ну, то есть вот очень так интересно, да, то есть вроде как областные власти сами по себе, муниципальные власти сами по себе. Муниципальные власти у себя там барахтаются, изыскивают какие-то средства периодически, область им там что-то подкидывает, да, а область вроде как никаких видимых усилий не предпринимает хотя бы для того, чтобы их обезопасить юридически. То есть когда случается проблемная ситуация, мне-то как видится, я это вижу все как большую корпорацию, да, кто-то сидит наверху и есть отделы разные, то есть районы Кировской области, где-то случается проблема, тут же сверху прибегают специалисты и давай помогать ее решать. Боюсь, что у нас в области не так происходит, все, нет? Не могу за правительство ответить, могу просто констатировать, как у нас... Ну, вы же видите, наверное, как это происходит. До недавнего времени вообще органы местного самоправления не были вписаны в систему публичной власти. И вот последние изменения в Конституцию, они как раз предположили, что вот муниципалитеты это часть публичной власти у нас. При том, что все прекрасно понимают, что элементарно та финансовая зависимость, которая есть сейчас у муниципалитетов, предполагает, что глава зависим от областного правительства, хотя бы потому, что если вдруг он будет своевольничать, на район денег не дадут, а ему отчитываться перед теми людьми, которые, пускай его не избирали даже, но живут рядом с ним и знают его как главу. Ну, короче, чтобы на вилы не подняли, нам надо денег где-то вот изыскивать. Да, поэтому главы, как правило, зависимые. Что происходит, опять же, в части защищать, не защищать? Если проанализировать те уголовные дела, которые вот сейчас за последние, наверное, года три все-таки в Кировской области, по главам районов, я муниципалитеты даже не беру, у нас состоялись и были обвинительными, там, по-моему, наверное, с десяток наберется, а то и больше. Это говорит о том, что, может быть, и рады бы в правительстве как-то защищать глав. Еще раз говорю, вот я ни в коем случае не оправдываю коррупционные проявления. Ну, то есть не прикрывать, а защищать разные вещи. Да, безусловно, да. Но вот в части дать возможность человеку элементарно доказать, что он не виноват, доказать логику своих действий, что вот он действовал не в угоду личных интересов, а в угоду интересов своих жителей, вот это, к сожалению, даже совместно с правительством многие главы не могут. А правительство-то вписывается вообще? Ну, наверное, вписывается, но при том, я могу сказать, не так активно, как, наверное, должно бы. И незаметно, потому что если бы это было все на виду, наверное, был бы больше конкурс на должность главы, когда бы люди понимали, что за ними кто-то все-таки стоит, какая-то сила, да, там, условно. Здесь, Витяна, еще один момент. В том числе участвовать в процессе правительство должно на уровне, если есть сигнальчики о том, что глава, ну, например, шалит, да, можно же решить этот вопрос еще до разбирательства, то есть понять, где вот та проблемная зона, если увидят, что действительно шалит, в конце концов, там, ну, наверное, превентивно, сами написали в органы прокуратуры или следствия, Следственного комитета, да, с претензиями сказать, а вот этот вот у нас шалит. Другое дело, когда понимают, что человек фактически исполнял свои полномочия и тем самым нарушил вот то, о чем мы говорим. Вот, а это дело с Сергеем, я вам сейчас, Владимир, расскажу. Вот смотрите, у меня вот такой вопрос. Несут ли какую-то ответственность должностные лица правительства при работе с муниципальными образованиями? У нас была госпрограмма переселения из ветхоаварийного, на уровне субъекта была принята программа, и она транслировалась в муниципальную программу. Сергей там руководил, принимал участие, там, переселял людей. Да, эти там правовые нормы все там коррелируются, транслируются друг с другом. Правительство области проверяло муниципалитет, и ту программу переселения, которую проводил Сергей, нарушений в ней не нашло. Когда возникали у Сергея спорные вопросы, он советовался с Министерством строительства, правильно, Сергей, Кировской области. Ему отвечали, ему рассказывали, как правильно делать. Нарушений не нашли. Спустя, получается, сколько? Семь лет? Мы получаем уголовное дело, и там какой-то формальный состав преступления есть. Это все можно было предотвратить на том самом уровне, когда Сергея консультировало наше родное правительство. Почему должностные лица в правительстве не несут никакой ответственности в таком случае? И ничем Сергею никто не помог. Ему предложили уволиться, насколько я помню. Это было самое первое предложение, то, как помогло правительство Сергею выйти из сложившейся ситуации. Уволиться и, тем не менее, не избавиться от тех претензий, которые к нему предъявляли. Не могу сказать, почему. Но, опять же, мы не выбираем правительство. Правительство назначается. Даже ЗАГС-собрание сейчас в правительство целиком министров отдельных не согласовывает. Только есть четыре человека, которые проходят процедуру согласования. То есть мы даже спросить-то с них не можем. Вот в этой части. Так может, на законодательном уровне это как-то происходит? Что-то изменить, да, и дать какие-то полномочия и какую-то ответственность за конкретными лицами закрепить в таком случае, раз они работают с главами, дают им указания, проводят проверки. Только указами губернатора это все решается. Вот, опять же, в части, чтобы хоть какой-то контроль был в работе министров, проект закона лежит, я уже говорил, надеюсь, в феврале мы его рассмотрим, надеюсь, даже примем, в части согласования кандидатур министров в законодательном собрании. Дополнительный этап контроля. Как раз если вдруг будет понятно, что министр не доработал элементарно вот в тех проявлениях, которые мы сейчас разбираем по Сергею, с него можно было бы спросить. Не только с работодателя через совсем уж там хитрую процедуру, но глупо из-за работы одного министра предъявлять претензии прям целому губернатору в вопросе там недоверия, например. Не, я согласна с этим. Я слово правительство, когда говорю, я это вообще абстрактно имею в виду, не конкретных людей даже. Ну вот спросить с министра обязательно нужно. Ну у нас так перекошено все в сторону исполнительной власти, что не всегда на заседание законодательного собрания приходят министры, присылают замов. Хотя там, ну в школе там коснулись министрой, да, часто у нас вот как раз министр строительства тех лет любил посылать замов, при этом прикрываясь командировкой. И вот этого командированного министра можно было при этом на первом этаже здания правительства встретить в ровный момент, когда он был командирован. Ну вот командироваться в момент, когда надо ответить, это... А по делу Сергея в суд командировали того специалиста конкретно, которая занималась программой переселения. Ничего внятного в суде она вспомнить не смогла, но руководствуясь, наверное, какими-то своими внутренними соображениями, негатива в процессе подлить по поводу Сергея, она это сделала, несмотря на то, что он ее указания выполнял на самом деле. Она об этом забыла, не вспомнила, таких свидетельских показаний она не дала. Сложно судить, то есть вот конкретно эту историю я не знаю, но в части того, что, конечно же, особенно, будучи вписанными в систему публичной власти муниципалитеты, должны большую поддержку получать от области. Это не... Опять же, тут важно подчеркивать, это не в плане рука руку моет. Это в плане того, что если уж определен... Определенная стратегия развития области, в эту стратегию должны вписываться и муниципальные стратегии, да. Хотя стратегия с бюджетом, которая не покрывает элементарных обязательств муниципалитета, да, не может финансовых обеспечить, вряд ли приходится говорить вообще о какой-то стратегии. Если говорить глобально, что нужно, об этом тоже я уже много раз говорил, на уровне государства, то есть государственной думе нужно просто менять 131-й федеральный закон. Для начала. Либо четко закреплять наличие должного финансирования за теми полномочиями, какие есть, либо пересматривать налоговую политику с целью оставить деньги в муниципалитете вообще в полном объеме от поступлений, которые в муниципалитете происходят. Но и вот если идти по второму сценарию, не во всех поселениях проблема решится, потому что проблема многих малых населенных пунктов, не только в Кировской области, но и в целом в стране, это проблема отсутствия хоть каких-то предприятий. Нет налогоплательщиков? Нет, да, есть пенсионеры, есть малое совсем количество трудоспособного населения, которое, скорее всего, вынуждено либо трудиться вахтовым методом, либо на пособие по безработице жить, либо на те же самые пенсии стариков. Но ввиду отсутствия вот эти населенные пункты просто вымирают за счет того, что люди уезжают. Ну, очевидно, нет работы, человек поедет ее искать, потому что как-то надо жить. То есть вот что нужно менять? Нужно менять 131-й федеральный закон, закреплять финансирование за полномочиями, без полномочий. Кстати, это отдельный момент. Когда на уровне ЗАГС-собрания мы пытались передать полномочия с муниципалитетов на муниципальные районы в части осуществления организации вопросов, связанных с ЖКХ, прокуратура заявила, опять же, там свое мнение по поводу того, что мы не можем передавать полномочия без передачи финансирования. То есть из того скудного 8-процентного, да, НДФЛ 8% остается муниципалитетом, по-моему, да, процентик один... Смотря в каком уровне? В уровне поселения. Поселения? Да. Там меньше даже? Да. 1% нужно вместе с этими полномочиями хотя бы формально передать в район. Хотя, когда вот эти полномочия были отданы муниципалитетам, никто не заботился о том, чтобы какой-то им процент добавить, какие-то конкретно деньги заложить на реализацию полномочий. В конечном-то итоге страдают не главы, это надо понимать. Главы, да, но они заложники ситуации, могут там получить административку или даже уголовку, но в конечном итоге страдают жители поселений ввиду того, что никакой глава не может решить проблемы ввиду просто отсутствия финансирования. Такие уровни жизни получаются. Конечно, да. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу и вернемся после небольшой паузы. Возвращаемся в эфир. В нашей студии Сергей Чурин, председатель Думы Фаленского муниципального округа Владимир Костин, исполняющий обязанности спикера Законодательного собрания Кировской области. Разбираем кейс Сергея Чурина, кейс юридический, адвокатский. Сергей, как мы уже говорили в первой части программы, довольно долгое время работал в Фаленском городском поселении, потом был главой Фаленского района. И вот после того, как столкнулся с судебным преследованием, претензиями, добился оправдательного приговора, все-таки руки-то не опустил. И вот сейчас вы возглавляете Думу. Как это правильно сформулировать? Это получается на общественных началах, да? Ну да. Фактически да. То есть это не зарплатная должность. Вы вообще не побоялись снова в это все ввязаться? Ну, получается, желание что-то изменить наглухо не отбили. Так. Ну, не побоялся. Прежде всего, то, что я сейчас не исполнительная власть, и внимание прокуратуры ко мне, наверное, минимальное. Хотя мы декларационная компания тут на таком же уровне все проходим. Есть за что зацепиться снова, да? Это было тяжело. Мне нечего ответить на этот вопрос. Сергей, вот расскажите, как вам люди сейчас относятся в поселении, в районе? И вообще вся эта история. Да все, слава богу, нормально. Какое было, такое осталось. То есть на месте, там внизу, конечно же, все видно, всем все понятно. И никакие судебные вещи, это мнение... Ну, люди формируют то, на основании того, что увидят, то, что слышат, а не то, что там происходит в суде. Ну, и это правильно, наверное. Ну, и судят, наверное, по результатам. То есть, ну, кое-что-то все равно сделано. Кое-что осталось. И когда я хожу по своим родным фаленкам, то есть я же вижу, что... И не только мной, конечно, я подчеркиваю, что и до меня работали, и после меня. Люди работают и преобразуют жизнь к лучшему. Все равно кажется, что пока районные центры, к счастью, наверное, еще живут, борются за процветание, борются за предпринимателей, за создание рабочих мест. Ну, я имею в виду на уровне района или там малых городов. А там, где уже... Вот Владимир выше говорил ранее, что деревни с пенсионерами, там, наверное, уже... Да. Там уже бороться не за кого скоро будет. Да, сложно. То есть тут хоть ты кем будь и... Не знаю, там приедет Абрамович, что-то там построит завод. Но он не построит, потому что там нет рабочих рук. Вот. То есть круг замкнулся, все. Поэтому... Ну, а на уровне районных центров и подобных населенных пунктов надо бороться. И люди, я уверен, есть. И я надеюсь, что все-таки наша система силовая прежде все-таки будет, как вы сказали, что, наверное, это федеральная тенденция, когда-то она изменится, она ослабнет хотя бы. И людям будет проще работать на таком уровне и создавать что-то. Ну вот смотрите, вас эта история многому научила. А научила ли эта история чему-то тех людей, которые вам на смену пришли? То есть вы сказали, люди, которые после меня пришли, они тоже многое делают. То есть они стали осторожнее? Вы вообще как-то вот с ними встречаетесь, обсуждали эти вещи? Вы предупреждали, говорили, слушай, вот сюда лучше не надо. То есть это уже ощущение такое, что раз сверху никто образованием не занимается, то вот только на местном уровне это можно делать. Ну, в России же есть пословица, Лена Армейская, инициатива наказуема. То есть это не после меня появилось, это было до меня. Ну, понятно, те люди, которые со мной пообщались, они на себя, наверное, как-то скоррелировали. Да, блин, да, я вот этого не буду делать на всякий случай. Это не только в районе... Нет, подождите, ну хорошо, этого не буду делать, я что-то другое не сделаю, и получу новое уголовное дело. У вас хотя бы приличный юрист, квалифицированный появился какой-то? Я сейчас не работаю в администрации, поэтому за неё говорить не буду. Ну, безусловно, все думают сейчас, наверное, о телефончике, на всякий случай адвоката надо иметь, договориться с кем-то. Это... Нет, адвокат адвокатам не может постоянно на месте. Должен быть штатный юрист, который погружён именно в тему вот муниципальных каких-то таких вещей. Они есть, на уровне администрации, районов или округов, сейчас их становится всё больше и больше, там юристы есть. На уровне поселений, конечно же, их там... Ну, каких-то крупных поселений сельских, они ещё остались, может быть, и есть один юрист. А так, конечно же, там их нет. Вот я хотела бы сказать, что сейчас существует совместный проект двух некоммерческих организаций, это ОСМО и АЮР. Можно расшифровать. АЮР — это Ассоциация юристов России. Да, и Ассоциация муниципальных образований. То есть, видимо, проблема всё-таки была услышана в наших многочисленных эфирах и организована в настоящее время обучение юристов муниципальных образований. И вот у меня вопрос к Владимиру. Можно ли повышать квалификацию ГОСТа муниципальных служащих, юристов муниципальных образований за бюджетный счёт? Насколько это реально? Можно ли какие-то установить определённые законодательные требования по их обучению, аттестации? Это всё будет минимизировать риски. Два года подряд деньги на переподготовку специалистов закладываются. И как раз сложности всегда в том, чтобы предусмотреть деньги на дотации муниципалитетам на эти цели. сам лично, да, этот вопрос поднимал. Как раз долгое время деньги не закладывались, но и, соответственно, никто не занимался переподготовкой. И деградация как раз вот специалистов существует, безусловно, потому что развивается и законодательство регулярно, да, в части закупок в том числе. И не всегда поспевают муниципалитеты за этим развитием. Да и, честно говоря, на региональном-то уровне иногда проблемы, потому что с федерацией, когда взаимодействуют специалисты, получают кучу всяких замечаний. Ровно потому, что, ну, в Москве же веяния быстрее доходят, да, пока у нас раскачаются, пока на примере отработают что-то. Поэтому, конечно, нужно заниматься переподготовкой кадров. В противном случае, вот уже сейчас есть примеры, когда муниципалитет не может поучаствовать, даже район не может поучаствовать в той или иной программе ввиду того, что несвоевременно, некачественно подготовили документы для участия, не получили как следствие денег. То есть это безусловно важно. Ну, то есть на сегодняшний день вообще реально пройти, получается, переподготовку, вы хотите сказать, это там на базе вуза или чего? Ну, вообще, да, это вузовская переподготовка, как раз в рамках повышения квалификации. Тут ведь есть один момент, да, можно ли? Можно, но лимит настолько мал, что говорить о том, что переподготовку пройдут все, кому надо, безусловно, неправильно, этого не будет. Здесь работа в том числе муниципалитетов. Если муниципалитет своевременно подал заявку, был достаточно настойчив, то специалисты этого муниципального образования могут претендовать на то, чтобы получить переподготовку. Здесь многое решают коммуникации, да, то есть если глава района показывает свою активность, как ни парадоксально, да, у него, кроме вот Дамоклавовича в виде ответственности, есть еще и, безусловно, перспектива быть замеченным на уровне, как минимум, региона. И, безусловно, региональные власти нацелены поддерживать те муниципалитеты, где есть движение, где видно желание развиваться, где видно желание порой строить, порой просто, например, использовать денежные средства эффективно, например, уборки, чистка снега и так далее. То есть когда глава живой, ему с большей охотой дают деньги. Я вот тут, не знаю, может быть, ложку дегтя, конечно, добавлю, к тому, что говорит Владимир, что областные-то власти, да, вот поддерживают таких видных и заметных глав муниципальных образований. А я вот в какой части хотела сказать. Когда случается какая-то история с возбуждением уголовного дела, например, да, мы все видим это в информационном поле. То есть там есть сообщение прокуратуры, есть сообщение следственного комитета, там, не знаю, ОМВД, в конце концов. Ну, это все подхватывают СМИ, то есть. Есть сообщение, там, да, из правительства, из областных, да, органов власти о том, что уволен, там, например, этот человек, и там приостановлены его полномочия. Но когда случается история, как, например, с Сергеем, да, когда человек был оправдан, вот эта информация, она так широко почему-то не расходится. Хотя на самом деле областные власти должны быть в этом заинтересованы, что вот человек, который работал, и его невиновность была доказана судом, да, и посмотрите, и мы защищаем, да, мы тоже готовы вписываться, если человек действительно хотел хорошего и не виноват. Вот почему так происходит, непонятно мне до сих пор. Это скорее риторический вопрос. Тут еще один могу задать. А сколько у нас оправдательных приговоров вообще? Вот, и поэтому, мне кажется, о них надо как бы чаще и больше говорить. Имеет ли возможность законодательная власть, там, не знаю, исполнительная власть, проводить какие-то совещания, может быть, ну, в каких-то форматах с правоохранителями и обсуждать вопрос, зачем вы это сделали, почему так произошло, вот, то есть, как бы, мы потеряли, там, не знаю, молодого талантливого главу, там, ну, вот, как бы, благодаря вам. Вообще. Тень на человека, получается, наведена, а обелит-то его кто? Есть законодательно прописанная истина, и я считаю неправильная, что, ну, в частности, законодательные представительные органы власти не имеют права вмешиваться в работу судов, в работу следственных органов. И это правильно, да, ну, то есть, не должна одна ветвь власти превалировать над другой. Другой момент, что... Тут уже все закончилось, тут уже процесс завершен. Перекосов-то у нас масса. В части информирования, да, конечно, нужно сказать о том, что, ну, как минимум, это было бы, знаете, уважительно. То есть... Ну, конечно. Когда на человека возбуждают уголовное дело, это уже пятно на репутацию, да. И в памяти-то как раз ставится, да, там же какой-то суд был. А если суд, опять же, признал полную невиновность человека, мы не говорим о том, что там два года из жизни такой полноценной, выброшенной просто, да. Мы не говорим о том, что сколько там нервов потрачено. Ну, хотя бы элементарно восстановить деловую репутацию. Крайне важно. Если информагентство... Вот, и никто об этом не пишет. Да, мне кажется, тут достаточно было бы вообще банально там просто разослать пресс-релизы для того, чтобы средства массовой информации это увидели, да. И, может быть, точно так же это бы сенсационно было воспринято, хотя бы потому, что, еще раз говорю, у нас не так много вообще по региону, да и в целом по стране оправдательных приговоров. Ну, поэтому, конечно, надо делать. Другое дело, что, еще раз повторяю, это, наверное, в меньшей степени относится к законодательному собранию. Да, в большей степени, если уж мы говорим по исполнительной ветке, то правильнее было бы сделать им, в конце концов, у них, если уж на то пошло, и возможности больше в части освещения тех или иных событий. Так, коллеги, я прошу прощения, нам пора завершаться. Ну, вот последний вопрос. Сергей, считаете ли вы окончание вот вашего уголовного дела, длительный процесс следствия, судебного разбирательства, последующая реабилитация, считаете ли вы это победой? Или это что-то другое для вас? Нет. Воспользуюсь своим любимым футболом, конечно же, это не победа. Чувства совсем другие и удовлетворение. И нет, это накладывает определенный печаток, и это не победа. Ну вот на этой печальной ноте, да, мы пока поставим запятую. Я все-таки надеюсь, что мы продолжим разбирать кейсы, в том числе и по муниципальным служащим, да, и, может быть, когда-то мы поставим точку или восклицательный знак после слова «победа». Спасибо большое, Сергей Чурин, Владимир Костин. И мы с Натальей Костиной прощаемся. До свидания. До свидания. Всего доброго.